Здравствуйте! Пишите вы мне вопросы, спасибо большое! И накопилось, и чувствую, надо на них отвечать. Ну, не знаю, на все я едва ли справлюсь, но вот выбрал я один, на котором сейчас остановлюсь. Если время позволит, остановлюсь еще на каком-нибудь. А вопрос вот какой, который меня задел, и я понял, что просто обязан на него ответить по обстоятельствам. Привожу, в чем, собственно, реплика заключалась, которую мне прислали. А можно ли всерьез воспринимать Ницше как здорового и зрелого человека, если учесть, в каких отношениях он был с такой женщиной Лу Саламе? Вы видели его фото, где он с ее духовным любовником запряжен в повозке и как Лу их подгоняет плетью. Он еще тогда был почти как кукол дом и безумным. Ну, я пишу так, как мне прислали. Кукол дом, ну, есть, наверное, такое слово, не знаю, надо будет в словаре посмотреть. Лу Саламе. Рассказывал я немножко об этой женщине. Ну, и о Ницше рассказывал вам, по-моему, достаточно обстоятельно. Ну, поскольку вот прозвучало такое, я подумал, что к личности Лу Саламе есть смысл вернуться. Потому что, на самом деле, мы очень плохо знаем этого человека и вообще, что это была за женщина. Ну, сначала несколько общих фраз, общих слов. Родилась в Санкт-Петербурге и родилась в семье Густава фон Саламе. Он был генералом, служил в царской армии. И был дворянином русским, ну, обрусевший немец, но, тем не менее, русским дворянином. И это дворянство было пожаловано ему, его предкам, еще в 1830 году Николаем Первым. Училась Луиза, так ее звали, поначалу. В Санкт-Петербурге, естественно, в немецкой школе, в такой престижной Петри Шуль. Это было с 1974 по 1978 год. И первая любовь, ей было 17 лет. Она, в нее влюбился голландский пастор, который преподавал в этой школе. И, собственно, он, Луиза, для него это было слишком длинно, он ее стал называть Лу. И так эта Лу за ней закрепилась. Поэтому сегодня очень многие, когда слышат, Лу Саламе, иностранка какая-то. Да нет, русская она, ну, не знаю, сто процентов, не сто, делал даже тут не в крови, а просто, ну, как я сказал, мать у нее была русская. А что касается отца, то вот он вел свою родословную от немецких кровей, ну, от давно обрусевших немцев. И вот в 80-м году, значит, вместе с матерью она отправляется в Швейцарию. Дело в том, что учиться-то она училась в этой школе, в немецкой, в Санкт-Петербурге. Но в те времена высшего образования для женщин предусмотрено не было. И вот это высшее образование, Лу, буду уж так ее называть, могла получить только за границей. Это, собственно, одна из причин, почему они с матерью и уехали в Швейцарию. Ну, там со здоровьем были проблемы, перебираются потом в Рим, и там оказываются в кружке. Знакомятся, вхожими оказываются в кружок. Была там такая Мальвидов, он Мезенбук. Я называю имена, но, даже, видите, не всех, кого называю, буду вам показывать фотографии, потому что, какие смог разыскать в интернете хорошо, какие нет, так нет. Но, что интересно, что в этот кружок входили, или хозяйка кружка была приятельницей таких личностей, как Грибальди, как Вагнер, например. Ну, и Ницше был тоже вхожь туда. Ну, больше того, это да, но Мальвида это, она еще была воспитательницей дочери Герцена. То есть, видите, с Россией связи в нее тоже все-таки имелись. И вот один из посетителей этого салона, этого кружка, был такой Пауль Ре. Вот его фотография обязательно. Я вам покажу. Он был философ и был другом Ницше. Ну, Ницше тоже был философ, насколько вы знаете. Ну, и там начинают возникать всякие интимные дела. Дело в том, что Пауль Ре, когда там появляется Лу Салме, влюбляется в нее. Ну, обаятельная была женщина, никуда от этого не денешься. Видите, по ходу рассказа я вам показываю ее фотографии. Ну, она отклоняет его предложение и выступает встречным предложением. Создать что-то вроде коммуны. Что вот, ну, мы люди мыслящие, мы там рассуждаем, говорим о всяких интересных вещах. И вот давайте будем жить вместе. Но никаких интимных дел. То есть, никаких сексуальных отношений, не дай Бог, и прочее. И вот даже была идея снять такой дом, где у каждого там будет своя комната, но будет общая гостиная, где они смогут собираться. Ну, я уже сказал, Пауль Рай был другом Ницше. Естественно, он Ницше тоже знакомит с этой девушкой. И вот в Ницше тоже вспыхивает страсть. И вот они принимают ее предложение, вот, жить в этой коммуне. Ну, как я уже сказал, что этот Пауль просил ее руки, получил отказ. В какой-то момент Ницше тоже просит ее руки и тоже получает отказ. И тем не менее, вот, какие-то такие отношения. Ну, если перейти на современный жаргон, то я уже представляю, кто-то бы сказал, ну, что за девица со всеми динамо крутила. Протите меня за вот такой вульгаризм. Ну, приходится слышать, как вот в мужской компании иногда высказываются относительно девушек, женщин, которые вот устанавливают такие отношения. Ну, не забывайте, вы все-таки, вы, мы сейчас говорим о девятнадцатом веке. Отношения между Паламином были, ну, совершенно другими. И поэтому вообще какие-то параллели с сегодняшним днем, ну, надо выбросить из головы. Все было абсолютно не так. Короче, отказывается Лу выйти замуж за Ницше. И больше того, не просто отказывается, а коммуна это начинает потихонечку распадаться. Но тут я обязан сказать, дело в том, что эта Лу много чего написала. Писала тогда, писала потом. Ей принадлежит ряд очень интересных трудов. Когда я доберусь к концу своего рассказа, доберусь до Фрейда, то вы поймете, что это были за труды и в каком ключе они писались. А я просто вот свой рассказ попробую снабдить какими-то цитатками из Лу. И вот когда эта коммуна начинает трещать по всем швам, Лу делает такую запись. В любви, как и в творчестве, лучше отказаться, чем вяло существовать. То есть вот, оказывается, чего она хочет. Ну, мужчинам она этого не высказывает, она делает такую запись. Но у них тоже свои какие-то реакции. Ну, во-первых, его пленила ее русская красота. Он так и говорил русская. Классическая русская красота. Даже так он выражался. И вот существует эта троица. И вот эта троица, собственно, и присутствует на этой фотографии, о которой зашла речь. Но прежде чем прокомментирую фотографию, еще одну цитатку себе позволю из Лу Саламе. Наибольшая опасность кроется не в том безрассудном ослеплении любовной страстью, когда человек в другом хочет увидеть больше, чем есть на самом деле. Опаснее, если вместо этого он попытается наоборот. Представить свою собственную сущность искусственно, по образу и подобию другого. Ну, я сделал маленькую выписку, дальше она там развивает эту мысль. То есть, короче, когда один человек пытается подстроиться по-другому. То есть, он, в общем, подавляет в себе свою сущность для того, чтобы вот раствориться, слиться с этим другим. Иными словами, приносит себя в жертву. А там, где жертва, там не может быть любви. По мысли Лу Саламе. И вот, как я сказал, фотография. Давайте покажу её вам. Вот она на моей доске. И тоже ведь надо отнестись к ней правильно. Ну, перенеситесь в 19 век. Ещё искусства фотографий не существует. Там делают какие-то первые догеротипы и прочее. И вообще пойти в фотостудию, хотел сказать. Но это даже ещё и не студия, да? Какая-то комнатка, где стоит вот этот кошмарных размеров совершенно фотоаппарат. Где фотограф должен туда внутрь голову засунуть для того, чтобы крутить объектив и навести резкость. Должен ставить эту стеклянную пластину. Потом запалить магний там. Или включить какие-то другие светильники. Тогда и освещение ещё такого, как сегодня не было. Газовое было освещение. То есть, понимаете, всё это походило, ну, на какой-то спектакль. На какую-то игру. И прийти вот в такую фотографию и просто вот запечатлеть себя. Это сегодня, когда мы носим в руке этот там смартфон или какой-то другой там телефончик, мобильник. Сегодня все они умеют фотографировать. И мы щёлкаем направо-налево, в общем, даже не напрягаясь. И потом радуемся. Вот какой момент поймали. Вот там кто-то бежал, прыгнул. Там, я не знаю, ребёнок там что-то ест, пьёт. Ну, неважно. То есть, мы так вот делаем эти фотографии. И из тысячи снимков, которые мы успеваем нащёлкать, там два-три, может, действительно, получаются интересными. Мы их запоминаем, помещаем там куда-то, храним и так далее. Всё было совершенно не так, понимаете? И поэтому к этой фотографии готовились, думали заранее, а что бы такое тут представить, как бы это разыграть. То есть, это, ну, фарс какой-то, это какой-то спектакль, это что-то вот такое. И когда друзья, это троица, отправляются вот к такому фотографу, то вот фотограф ему предложил, вот тут у меня какая-то повозка, коляска, непонятно что стоит. Вот давай девушку мы туда посадим, а вы будете вместо коней там тащить её. Ну, посмеялись и сняли. И поэтому делать из этого такие глубокомысленные выводы, что там ни этот Ре, ни Ницше, ну, дураками не были, ну, поверьте. И то, что они оставили после себя, говорит само за себя. Ну, да, вот, а любовные игры, они ещё и подразумевают эту вот игру. И поэтому, вот, собственно, было сыграно то, что было сыграно. И не надо тут выискивать каких-то более глубоких вещей. Ну, значит, я сказал более-менее об этой фотографии, видите, там лук, ну, всё это мы перечислили. Но при всём том, Ницше неоднократно потом повторял, что это вообще самая умная женщина из всех, каких он когда-либо встречал в своей жизни. И больше вам скажу, после разрыва Слу окончается тем, что она уезжает, значит, там перебирается в Париж, Ницше невероятно это переживает, то он, помните, садится писать своего Заратустру. И вот, зная всю эту историю, и Заратустру можно прочитать совершенно иначе. Там её образ тоже присутствует. И вот это отношение вообще к человеческим контактам, мужчина, женщина и прочее. Я сейчас не собираюсь тут разбирать Заратустру, я о нём говорил отдельно, и ещё вернусь к этой книге. У меня запланирована тема. Ну, наложилось всё это. Ну, тут надо добавить ещё один элемент. Такой, может быть, он вторичный, но на всю жизнь Ницше наложил свой отпечаток. Это сестрица Ницше, звали её Элизабет. И она, ну, вообще всячески оберегала брата от контакта с какими-либо женщинами. Ну, странно, вроде бы, сестра, да? Но, тем не менее, вот такое у неё было к нему отношение. И эта Лу её испугала. Ну, во-первых, Элизабет была глупа, об этом сам Ницше высказывал, называя её там то антисемитской гусыней, то ещё как-то. Ну, в общем, не любила, но её страшно. Но, тем не менее, вы знаете, в конце жизни она обрела над ним полную власть. И здесь тоже проявила себя, и в каком-то пункте, в каком-то моменте, наверное, повлияла. Во всяком случае, Лу, когда узнала об этой Элизабет, вскипела вообще, и разрыв произошёл. Ну, как я сказал, произошёл. А Ницше был влюблён в неё. Конечно, тут даже говорить не о чём. И причём это на всех уровнях. Ну, так ему во всяком случае казалось. Ну, например, она там стихи писала. Ницше даже на музыку их положил. И исполнял где-то гимн к жизни, так это называлось. Ну, ладно, оставлю сейчас это в стороне. Раз уж я начал всё-таки рассказывать о Саломе Лу, то надо довести этот рассказ до конца. И до этого я вам приводил из неё цитаты. Ну, вот из неё-то приводил, а из Ницше не привёл. Поэтому из Ницше надо что-нибудь привести. Дело в том, что разрыв этот его, конечно, потряс. И он разразился несколькими афоризмами. Ну, я воображаю, если меня сейчас слушают женщины, представительницы женского пола, и когда я напишу на своей доске то, что сказал Ницше, то у них к нему может возникнуть антипатия. Но, тем не менее, слово «неворобей» было сказано, надо называть всё. И как было, так было. Если женщина обладает развитым интеллектом, то у неё не всё в порядке с сексуальностью. Это Ницше. Или «Дружба между мужчиной и женщиной возможна при определённой доле физического отвращения». То есть, видите, до чего договаривается Ницше. То есть, если женщина ему не нравится, или даже хуже того вызывает физическое отвращение, то с такой женщиной можно дружить. Или ещё. Женщина лучше мужчины понимает детей. Но мужчина больше ребёнок, чем женщина. Видите, здесь уже Ницше смягчает свою категоричность. Но, как я сказал, когда вы будете читать «Заратустру» или тот, кто уже прочёл «Заратустру», ничего этого там, конечно, не найдёте. Но, тем не менее, вот отпечаток личности Салами Лу на этой книге, несомненно, лежит. А в 1886 году Салами знакомится с Фридриком Карлом Андреасом. Два слова буквально скажу. Это был университетский преподаватель. Ну, она вечно учится. Попадает она в Парижский университет. Он там преподает. Он там занимался восточными языками. Турецкий, персидский. В общем, вот такими вещами. И был старше Лу, аж на 15 лет. Ну, тоже влюбился. И тоже предлагает ей руку и сердце. Ну, и там доходило вообще до такого, что он на её глазах нож себе в грудь воткнул. Ну, не знаю, насколько серьёзно воткнул или только поцарапал свою грудь. Но, во всяком случае, этот жест произвёл на Лу впечатление. И она, в конце концов, соглашается выйти за него замуж. Но вслушайтесь, при условии, что никаких сексуальных отношений между ними не будет. И этот самый Фридрих Карл принимает эти условия. Поэтому, когда вам будет попадаться на глаза какая-то книжка, а есть книжки, я вам обязательно дам ссылки на них, которые написала Лу, то там будет написано Андреас Саламе Лу. То есть, видите, она взяла его фамилию, сохранила свою, ну, и так далее. Кстати, что касается этого Ре, то он погиб потом при странных обстоятельствах. Где-то там в горах, ущелье какой-то свалился. И, в общем-то, произошло всё это без свидетелей, и так осталось неизвестным. Это был суицид, самоубийство или действительно несчастный случай. То есть, видите, роковая женщина. То есть, вот так всё это с ней. Ну, если вы думаете, что так она и прожила, всю жизнь старой девой стала, или девственницей осталось, ничего подобного. Вступала она в сексуальные отношения. При всём том, что со своим Фридрихом Карлом прожила 43 года, и таких отношений не было. Ну, во всяком случае, те, кто копались, исследовали их жизнь, утверждают, что да, вот действительно не было. А сама Лу, и по этому поводу пишет, почти в каждой любовной страсти живёт недоразумение. И невольно спрашивая себя о причине выбора и тайне своей зависимости, мы, как правило, не в состоянии их объяснить. Любовь для Лу – это нечто мимолетное. Она приходит, уходит, и почему она приходит, и почему возникает эта страсть? Нет этому объяснения. И, я сказал, тем не менее, девственницы она не осталась. В 1892 году она знакомится с Георгом Ледебуром. Это такой социал-демократ в Германии. И он там даже марксистскую газету издавал, там, форвардс и так далее. Видите, левые убеждения ей были не чужды. Но, судя по всему, любовников она выбирала не столько исходя из их каких-то политических или там ещё убеждений, а руководствуясь соображениями, пришла любовь. Значит, на неё надо откликнуться. Ну, потом появился другой, был такой Франк Веде Кинт. Это писатель. Это произошло несколько позже, в Париже. Ну, ладно, я не буду на всех подробно останавливаться. Как я вам сказал, их было значительно больше. Я выбираю из тех людей, с которыми вот у неё возникали контакты, какие-то отношения. Отнюдь не всегда сексуальные. Ну, люди-то какие. Но движемся дальше. Как я сказал, она прожила всю свою жизнь вот с этим самым своим мужем, которого непонятно любила или нет, с которым не вступала в сексуальные отношения, но, тем не менее, о разводе не помышляла, потому что все вот эти любовники, которые появлялись в её жизни, кончалось одним и тем же. Они просили её руки, она им отказывала. И снова пишет. Ну, тут можно предположить, что и муж своего она любила, как вот эту вот недосягаемую звезду. А вот если она станет досягаемой, то что ж она утратится? Может быть, так рассуждала? Ну, как я уже сказал, она начинает писать, и к ней приходит успех, литературное имя, известность. И в 1897 году, Саломе уже исполнилось 36 лет к этому времени, она ознакомится с мальчиком, можно сказать, с 21-летним Рильке. Ну, Рильке – это известнейший немецкий поэт, но тогда, в те времена, конечно, никакой известности у него не было, и никто его знать не знал. Ну, вот, пишет стихи и пишет стихи. А вот глаз Саломе падает на него, и больше того, она в нем различает великого поэта. Не всякая женщина способна это увидеть. И, наверное, можно сказать, что не будь Саломи Лу в жизни Рильке, то, может быть, он и не стал бы тем Рильке, каким мы его сегодня знаем. И она, значит, две поездки в Россию с ним совершает. Она никогда не порывалась с Россией. То есть, в каком смысле? У нее там оставались друзья, переписка и так далее. Ну, может, приезжала она туда не очень часто. Но вот, видите, с Рильки она отправляется в Россию дважды. В 1899-м, потом в 1900-м. Она обучает его русскому языку. Она знакомит его с творчеством Достоевского и Толстого. Но в это время Лу уже начинает заниматься, активно заниматься психологией. Она уже находится под влиянием Зигмунда Фреда. Ну, Зигмунда Фреда, 1900-й год, я, наверное, говорю рано. Но, во всяком случае, влечет ее в ту сторону. И Достоевского и Толстого она преподносит Рильке вот под этим углом. Вот их психологизм. Вот, что это присуще вот русской писательской культуре. Ну, Достоевский чего говорит. А в 1905-м году, ну, чуть-чуть, видите, я возвращаюсь назад. У мужа, значит, Андреаса, то есть у мужа этой самой Лу, рождается ребенок, дочка. Ну, рождается от служанки. И, тем не менее, Лу отнеслась к этому совершенно нормально. И, больше того, она потом усыновит эту дочку. И эта дочка, в общем-то, будет тем человеком, который окажется рядом в услугу. Ну, до гробовой доски будет рядом с ней. В общем, на ее глазах она отойдет в мир и мной. Ну, я уже обронил имя Фреда. И вот в 1911-м году Лу принимает участие. Международный психоаналитический конгресс состоялся. То есть Фрейд уже раскрутил свою деятельность, уже появились его первые работы и прочее. И, значит, Лу с Аллами приезжает на этот конгресс и там знакомится с Фрейдом. Смотрите, какие люди проходят через ее жизнь. И, больше того, не просто знакомятся, они с Фрейдом становятся друзьями. Ну, друзьями на всю оставшуюся жизнь. То есть Лу умрет в 1937-м году, Фрейд переживет ее на пару лет буквально. Но до конца жизни они переписывались и прочее, и прочее. Но Фрейд ей предложения не делал. И вообще, ну, психолог, вообще тонкий человек понял, что это не тот случай. И именно этим, ну, невероятно понравился Лу, и что вот он тот мужчина, как говорила она, который не вызвал у нее разочарования. И запись. Только творческий человек знает, что счастье и мучение являются одним и тем же во всем самом интенсивном, самом творческом опыте нашей жизни. То есть любовь, творчество, а это в ее произведениях будет непрерывно пересекаться. Это не то чтобы явление одного порядка, но вот как бы сопряженные, связанные между собой. И она будет рассказывать о художнике, как он пишет картину, как отбирает вот то, что попадет у него на полотно. И будет сравнивать с тем, вот как мы, влюбляясь в человека, выделяем в нем какие-то черты, а какие-то для нас остаются второстепенными, неважными. И проводить вот это вот соответствие, что оказывается работа художника и работа, если можно это, конечно, назвать работой человека влюбленного, вот этот сам процесс невероятно похож. И поэтому, когда она будет говорить о любви, она будет всегда поминать слово творчество. А когда будет говорить о творчестве, обязательно будет говорить о любви. Вот такая женщина. И поэтому, конечно, то, что Ницше влюбился в нее, ну, как можно было не влюбиться? Умный человек. А человек умный, творческий, как говорит Лу, просто не мог пройти мимо нее. А то, что вот отношения установились такими. Ну, видите, я вам привел несколько цитаток из Лу. И я надеюсь, по этим цитаткам вы можете составить представление о том, что происходило у нее там внутри. И почему она на какие-то вещи реагировала так, на какие-то иначе. Ну, значит, я сказал, что она оставила после себя достаточно много, написала разных работ. Но, к сожалению, архив ее погиб. Дело в том, что, ну, скончалась она в 1937 году. В это время она жила в Германии, в Геттингене. И как только она умерла, нацисты уже вовсю командовали в Германии. Они сожгли ее дом, сожгли ее архив, сожгли все. Руководствуясь соображениями, сейчас вы будете смеяться. Они считали ее еврейкой. Этого было достаточно для того, чтобы уничтожить все ее наследство. Вот. Ну, кем она была на самом деле, я вам уже сказал. А оставила она, тем не менее, после себя целый ряд работ. Я назову только некоторые, на которые дам ссылки. Это вот прожитая, пережитая, эротика. Вот очень серьезная, интересная работа. Обязательно прочитайте. Вклады в психоанализ или нарциссизм как двойное направление. Ну, как сказал ролик, я этот задумал, как ответы на вопросы. На самом деле, я их себе выписывал, этих вопросов много. Ну, видите, так увлекла меня личность Салами Лу и Ницше, и этой фотографии, что я уделил им столько времени, что на остальные вопросы времени осталось мало. Не хочу слишком надолго задерживать ваше внимание, поэтому давайте приведу еще одну реплику, на которую постараюсь ответить. Реплика длинная, но я думаю, что есть смысл вам с ней ознакомиться. Геннадий, давайте на чистоту. Вы действительно считаете, что что Навальный – это то, в чем нуждается Россия и ее народы. А прозвучала эта реплика по поводу моей предыдущей исповеди, где я рассказал о том, вот как пережил эпизод, когда узнал, что из Советского Союза был выдворен свой жениться. И там, вы помните, я рассказал о том, как в том месте, где я работал, в лаборатории женщина, Галина ее звали, так я ее назвал, прибежал и стал рассказывать, вот как тяжело ее муж трудится, а он у нее в КГБ работает, что вот какую-то сволочь, служеница, надо на самолет сажать там и прочее, и прочее, нет бы его с этого самолета бросить. Ну, я рассказывая тогда тот эпизод, кое-что там все-таки упустил. Ну, дополню сейчас. Дело в том, что она не просто рассказала тогда, как трудно ее муж работает, ну, трудная служба у него, а что оказывается перед этим, вот перед высылкой служеницыной из СССР, он три дня дом не ночевал, и вообще даже по телефону с ней не общался, потому что готовилась какая-то такая невероятная спецоперация, ну, как же, вот завтра в газетах появится сообщение, что выдворили из страны и так далее, народ на улице высыпет, начнется черт знает что. Ну, ничего не началось, и вообще народ, а служеницы знали, не знаю, не очень многие, но тем не менее, вот такая спецоперация имела место. И я вот тогда обо всем этом и рассказал, и, в общем-то, мысль, которую пытался сформулировать, я тогда не говорил о том, что служеницын великий, невеликий, я о другом совершенно вел речь. Я просто сказал, что вот была совершена ошибка. Ошибка, которую нынешнее руководство России, на мой взгляд, повторяет. И здесь выплыло имя Навального. И вот это моего оппонента задело, видите, он это пишет. Ну, продолжаем, он там дальше пишет и другое. Если это так, то вы либо человек, который не понимает происходящее вокруг, либо провокатор. Орфографию все я сохраняю, как пришло, так пришло. Уж извините за категоричность, это примерно то же самое, что я бы желал, чтобы Израиль возглавил какой-нибудь лидер Хамас. Как вам такое? Так что шалом вам с Краснодарского края и не пудрите людям мозги. Ну, пудрю я людям мозги или нет, это, в общем, решать тем, кто меня слушает. Я всегда придерживался одной точки зрения, мне ее очень важно сейчас еще раз сформулировать. Я глубоко убежден, что каждый человек имеет право на свой взгляд на мир, на свою позицию, на свое суждение. И не просто имеет право, это естественно, он имеет право это озвучить, высказать. А другая сторона может согласиться, может нет. Это уже, скажем, другое продолжение. И поэтому, когда я высказываю какую-то точку зрения, я оставляю за своими оппонентами право со мной не соглашаться. Вообще просто не смотреть и не слушать то, что я тут говорю и показываю. Ну, вот видите, а этот человек, ну, явно не понимает этой позиции, потому что такое заявление. Вы бы хотели, чтобы вот Израиль возглавил лидер Хамаса. Ну, понимаете, в чем дело? Заявление абсурдное, потому что это в принципе невозможно. Ну, как, ну, в Израиле выборы проводятся, да? На выборах выбирают, кто будет возглавлять страну. Ну, я воображаю, что приемная комиссия, ну, приемная, выборная, да, которая отбирает кандидатов, ну, предположим, придет туда представитель Хамаса и подаст заявление. Хочу баллотироваться, вот быть главой правительства. Ну, не знаю, пропустят его или нет. Очень возможно, что пропустят, скажут, ну, ради бога, ну, баллотируйся. И дальше народ решит, быть ему лидером страны или не быть. Ну, я могу точно совершенно сказать, что он проиграет эти выборы. То есть бояться-то тут нечего. Надо просто, да, дать людям возможность выбирать, а они выберут. Поэтому этот привет из Краснодара и прочее я принимаю. Спасибо, но угрозу пропустил мимо ушей, поскольку, ну, не угроза это на самом деле. Ну, и дальше он там мне пишет. Вы же, живя в Израиле, под видом культурного интеллигента, методично транслируете свое личное недовольство нынешней властью в России. Причем канал у вас типа не политический. Но вы с определенной периодичностью старательно и изощренно подкидываете аудитории нужный вам посыл. Типа вы такой сердобольный и так заботитесь о россиянах и белорусах, что молчать не можете и в качестве дружеского совета предлагаете свергнуть диктаторов, поставить Навальных и жизнь наладится. Ну, должен еще раз повторить, не предлагаю. Во-первых, я не гражданин России, не мое дело и не мое право предлагать. Это должен решать и российский народ сам. Вот кого он хочет, тот и будет его возглавлять. Я говорил о другом, и мне важно это подчеркнуть, чтобы, не дай бог, кто-то еще не истолковал моих выступлений и заявлений вот таким образом. Я, рассказывая о философе каком-то, пытаюсь встать на его позицию, чтобы донести его взгляд до вас при всем том, что иногда эту позицию сам не разделяю. Если не разделяю, обычно в конце говорю, да, вот данный философ утверждает то-то и то-то, а я думаю иначе. Но, тем не менее, если я не донесу его позицию, то о чем вообще говорить, о чем спорить? Или книгу разбираю, или фильм, да все что угодно. Даже какие-то музыкальные произведения, о том же рэпе сколько я рассказывал. Ну и что, мне все там нравится? Нет, конечно. Но, тем не менее, автора в самом широком смысле этого слова, будь то рэпер, будь то поэт, будь то писатель, художник, музыкант, кто угодно, надо судить по правилам им самим же созданным. Вот он создал себе свои правила, он в этих правилах трудится, работает, что-то нам высказывает. И вот если я его ловлю на том, что он вот внутри, создав вот эти свои правила, их нарушает, то он тогда противоречит самому себе. И значит, произведение, которое он сотворил и предложил нам с вами, несовершенно потому-то и потому-то. Но позиция, каждый имеет право ее выставить. Я больше скажу, ну все вы знаете, что произошло, вот там Трамп, там выборы в Америке, да, и когда вот он там заявил что-то, нелицеприятное заявил, то есть не согласен я с тем, что он сказал, но когда все вот эти и Фейсбук, и Твиттер и прочее заблокировали, сняли то, что он сказал, вызвало мое возмущение. Вот возмущаюсь я этим и не согласен. И, к сожалению, вот мы говорим там в России, то есть все навязывают, заставляют, не дают возможности народу решить и прочее. И вот левые американские, оказывается, ведут себя во многом очень похоже. И меня это пугает, если это будет продолжаться. Ведь один раз кто-то решил, что вот такую информацию можно сообщать, а такую нельзя. Но тот, кто решил, а почему он умнее того, кто эту информацию написал и прочее. Я понимаю, в каждой стране существуют там какие-то военные тайны, секреты и прочее, что-то такое, что не подлежит разглашению. Для этого существует узконаправленная цензура, которая занимается исключительно этими вещами. Но в данном случае речь не идет ни о каких национальных секретах. И то же самое здесь. Не призываю я свержать диктаторов. Если россиянам нравится диктатор, пусть живут с диктатором. В конце концов, вон на Востоке или вот в Африке, вокруг Израиля полно стран, которыми управляют диктаторы. Американцы пытались там насадить демократию. Ничего из этого не получилось. Помните у Стругацких «Трудно быть Богом». Ведь основная мысль там какая была, что каждый народ, каждая страна должны пройти свою историю для того, чтобы подняться до какого-то уровня. И до демократии надо созреть. Если нация, народ, традиции не пришли к этому, это не возникло изнутри. Навязать это извне невозможно. Ничего не получится. Вон в Турции. Ататюрк навязал им демократию. Ну и что? Долго она продержалась. Сегодня Эрдоган все это разбивает, рушит и так далее. Поскольку, очевидно, этот эволюционный процесс не был завершен. Ну, видите, куда меня занесло. Все, остановлюсь здесь. Понимаю, что мало ответил только на два вопроса. Но моя записная книжка полна вашими вопросами. Я обязательно на них отвечу в дальнейшем. А в следующем видео все. Я хочу снова вернуться к Триеру и прочее. Поскольку, ну, не довел я свой рассказ до конца. Нехорошо прорывать его наполовину. Так что давайте попрощаемся. Всего хорошего. До скорой встречи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok